Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Египет, за нового лидера Рамсеса 2, Сидмерс Цивилизейшн 6 на последнем уровне сложности Божество. У нас тут несколько челленджей, но все подробности, а также сейв первого хода и прочее-прочее-прочее в первой серии, переходите к ней, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, там все объясняется и рассказывается. Ну а спонсоры канала раньше всех видят все эти серии в этом плейлисте, ничего не ждут, смотрят, радуются, большое спасибо им за поддержку. Давайте продолжать, мы вышли в античность, нормальный век, само собой. Вот вообще интересный вопрос, что нам взять? Я думаю, что религию мы тут сможем основать, вообще 100% я бы даже так сказал. Вот там неизвестный игрок сейчас набивает только первого этого пророка, а мы там вторым или третьим вполне сможем, наверное, взять. Поэтому я думаю, что монументальность может сработать. Все-таки, о, не монументальность, а исход евангелистов. Два очка к счету эпохи за каждую, за каждый город. Я думаю, да, давайте исход евангелистов попробуем. Попробуем, это правда многое зависит от, блин, пирамиды египетские угнали наши, многое зависит от Вавилона, насколько он быстро будет идти по техам, насколько быстро у нас наступит. У нас как минимум 26 ходов, я думаю, нам этого хватит. Так, давайте продолжим рассматривать, что тут у, блин, чуть не объявил войну, у зулусов. О, а вон Кристина, кстати, границы Швеции. Ага, тут у нас уже Германия идет, город. Но он, скорее всего, тут поставит, вот на реке. Я вот, кстати, не помню, немцам, этому Фридриху не нравится, когда захватывают или когда дружат с ГГшками. Где тут его? Вот, железная корона. Симпетитеризм, которые не связываются с городами, а не любят сюзеренов и завоевателей городов. Ага, значит он нас будет не любить. К сожалению. Здорово, Кристина. Так, у нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вообще всего десять. Так что у нас уже континент с большинством, получается, цивилизаций. Ну что это как-то тут не пройти? Надо будет где-то город ставить, а вам вижу там и гора, и геотермальное поле. Это явно неплохой кампус, может быть. Так, ну что? Ну, античную республику возьмем пока. Мы ни с кем не воюем. Наоборот, очки этих... Так, вот я сейчас, наверное, поселенца пока не буду строить. Стоит ли мне смешить с городом вот сюда? Наверное, стоит все-таки. Это единственное место, которое у меня могут занять. Эти места точно уже мои будут. Так что, да, надо туда везти. Давайте здесь почитаем молитвы для... Ну вот я сейчас не увидел, мы достроили монумент. Но я думаю, что добавилось шесть культуры. Явно. Ну-ка, эти предприятия на шелке можно сделать. Так, а шелк как раз культуру, по-моему, добавляет. Поэтому он нам немножко бессмысленен. Мы же не будем театралки. Как бы самой по себе культуры у нас немного будет. Ну, предприятие надо в столице делать, потому что тут только шелк и есть. Бавовна у нас и тут, и тут имеется. Так, ну а тут у Германии должны быть терки с Швеции. Пока, наверное, два влияния. Чудеса мы не строим. Поселенцев, наверное, тоже пока не строим. Поэтому давайте на рабочих. На производство. И, наверное, на юниты. Пока так. Так, у нас мистицизм один ход. Давайте пока военную традицию. В том, драму и поэзию. Так, а в технологиях потихоньку мореходство и стрельбу из лука будем. Блин, вот опасаюсь город ставить, что так-то Зулус его снесет. Так, я обязан принимать. Как мы и договаривались. У нас такой челлендж, что я не могу ничего предлагать компьютерным соперникам, а все их предложения я обязан принимать. Поэтому мы сейчас, в общем-то, очень дешево продали наш шелк. А теперь Кристина у меня выкупает эти 10. Ну, кстати, право прохода у нее нормальное. Теперь я смогу у нее ходить там. Это меня устраивает. Так, мореходство откладываем теперь. Блин. Как бы нам эту ртуть выкупить. Наверное, не успею. Странно, что Зулус не нападает на ГГ. Ну, кстати, у Зулуса хреновые места. Так себе. По-моему, у нас получше. Тоже не фонтан, но это хотя бы под нашу способность. А у Зулуса вообще как бы ничего. Ему в помощь нету. Интересно, как там война Вавилона и Мали. Так, войну традицию надо пока отменить. Так, ну вот. Так это что, у нас Швеция, что ли, на пророка? Да. Да. Кстати, первая основала Швеция. И что за религия? Храмы светилища столько же культуры, сколько и веры. Позволяет строить дома собраний. Ну, не то, что прям фонтан. Ага, все. Тут мы уже не поставим. Там уже Мали около Килиманджаро. Ну, это, конечно, крутое место. Я думаю, надо читать еще. Нам нужна религия. Каменоломниум мы нигде построить не можем. Придется ускорять, видимо. А, точнее, без ускорения открывать технологию. Блин, тут не пройти. Они очень неудачно сюда прыгнул скаутом. Так, что у нас по армии? 209 у Вавилона, 240 у Мали. Ох, лучше бы они уменьшили армию у Зулусов. Честно говоря. Задушили песчаного змея. Так, производство мы филок сделаем. А я не могу еще, да, вырубать тропический лес? Черт, я бы здесь, конечно, уже... Блин, может мне... Так, во-первых, я могу купить посело. Начнем с этого. Просто куплю его. Во-вторых, может мне выкупить эту клетку и в Сене построить правительственную площадь? О! А что за чудо? Занимает 4 клетки, дает... Блин, вот если... Ну, вообще, там это вот прикольное место, может быть, с этими заповедниками, ребята. Вот там город вполне может быть. Тем более, что мы Антона Нариву-то заберем. Когда-нибудь. Ну, ладно, в любом случае, нам надо сначала этот шелк обработать. Ребята и девчата. О, дали пройти нам здесь шведы. Хочется, на самом деле, правительственную площадь, реально. Ладно, давайте. 45 монет всего. Ну, в принципе, производственный город, то есть, мы в нем... Вот, да, мы первым даже открыли. Я думал, вдруг там проход есть какой-то. Наверное, нету прохода, раз мы первые открыли это чудо. Первыми. Так, слушайте, карточку на... На этих, на... Юниты я, наверное, зря ставил. Так, давайте думать. Тут явно на побережье где-то будет город. Я бы, я бы, пожалуй... Блин, вот тут в четвертом радиусе ртуть. Не, ну я бы сюда ставил, а не сюда, куда мне предлагают. А, тогда я до цитрусовых не достаю. Ну, ладно, давайте на рис. Не пройти. Сколько городов? У народа, так, у Вавилона 4. А, у меня 3, понятно. У Малии 5 уже. У Кристины 4. У Германии 4. Ну и у Зулуса 4. Так, Мали-то неплохо расселяется, не соря на войну с Вавилоном. Заратустра. Так говорил Заратустра. Блин, а кто... А что там основал Заратустра? А что-то я... А, Заратустра, да. Че-то... Заратустра что я основал? Заратустра. Ну, не знаю, трудовая дисциплина. У меня тут не особо будет много соседства. Довольство. Я бы, может, либо довольство... Я бы даже вообще накорми мир. Вот, давайте накорми мир. И заодно Гурдвару тогда. Кстати. Это в нашем случае неплохо. Рынок шелка первая в мире монополия? Внезапно. Так, а что у нас реально по континентам? Ну, мы на одном континенте с зулусами. Странно, почему... Так, подожди, Авалония вот же. Так все-таки там есть проход, просто немец не пришел сюда смотреть. Да, слушайте, тут с заповедником будет офигительно. Надо продумать, где город поставить, чтобы он так сработал. Может, вот сюда? Раз, два, три. И тут вот, например, кампус влезет. А заповедник где-то либо здесь, либо здесь. И там еще какой-то город влезет. Опа. А можно я захвачу как-нибудь лагерек? Так, хочу посмотреть, не встретил ли кто-нибудь они еще кого-нибудь, не встретили ли? Да, похоже, это весь наш континент. Мы в шестером здесь тусуем. Сегодня мы и с тобой тусуем. Так, ну, пора опять поселенца строить, я думаю. И строить, и покупать причем. Четыреста пятьдесят. Я вполне могу. Так, только нам надо вот так один ход мистицизма открыть. Надо что-то один ход построить. Давайте прачника, наверное. Внезапно у меня много денег, и я расселяюсь покупками за деньги. Каган Вай, мы должны принимать все предложения, к сожалению. Ну, это хреновое предложение за шелк, прямо скажем. Если бы они мне предлагали менять на их ресурс роскоши, они же не предлагают хитрованы. Так, поселенцев. Поселенец. В следующем ходу купим. Еще к тому же. Мали еще и купила где-то армию. Ну, смотрите, Мали-то нагибает Вавилон. О, кайф. Кайф. Ну, я думаю, что мы тут точно выйдем в Золотой век, потому что у меня еще и уникальное улучшение не построено. Но уникальный юнит не использован. Ну, например, пока в филах посижу. Так, а здесь из Иуну отправлю. В столицу. Блин, мне бы, конечно, обработку бронзы открыть, а не каменную кладку. Ладно, давайте обработку. Ну, я не убью трех варваров. У меня слишком много вокруг городов-государств. И, соответственно, мне тут просто варвары не мешают. Так, а этим рабочим давайте вот тут предприятие поставим. Я, пожалуй, никуда не буду отправлять послов, потому что я как минимум... Ну, я вот планирую этот, этот, этот и этот города захватывать. Конечно, их Золус не захватит. Так что отправлять послов. А что, они ко мне все... А я, главное, к ним не могу делегацию послать. Или это не будем считать предложениями. Просто это, это все-таки не совсем то. Дело в том, что я им даю против себя бонуса. Я как бы... Нету такого предложения. Я думаю, что все-таки по делегациям я могу предлагать им. Потому что, получается, здесь, ну, преимущество... Это не какое-то предложение торговли. Это чисто... То есть, я предлагаю делегации и посольству, мы можем все-таки отправлять. Это как бы, ну, немножко странно. А нету такого, что они могут это предложить. Вот если бы было в игре, что они могут предложить, а пошлите к нам посольство. И мы бы этого ждали. Тогда да. Но этого просто не может быть в игре. Так что я вам предлагаю, чтобы мы так и играли. Еще предлагаю поставить лайкосик этому видосику. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на канал. Если вы еще нету, где-то сверху появляется плашечка такая. И на мои социальные сети обратить внимание. Ну, а если вам очень нравятся мои видео, то супер спасибо оставить. Или платную подписку спонсорства, чтобы раньше, чем все остальные, смотреть мои видео. Большое спасибо всем спонсорам за поддержку. И всем зрителям в это время, которым я поддерживаю. Надеюсь, и мои видео вам тоже помогают отвлечься. Так, отправляем фивы. Караванчик. Ну, сейчас ради дорог, пока мы это все делаем. Тут ставим... Этфу. Так, покупаем посела. Это, кстати, сейчас дольше начнет строиться. Эти пять ходов. Потому что каждый поселенец дороже стоит, чем предыдущие. Блин, вот от Швеции к Вавилону не пройти. Смотрите, какая горная гряда. Офигеть, да? Ну, короче, вот у них... У нас получилось как бы две дуэльки, по-хорошему. Три, три. Мали с Вавилоном. Швеция с Германией. Ну, а я с Золусами. И по-хорошему мне Золусов надо будет сносить. Не самый удачный соперник, да? Потому что это... Ну... Блин, Вавилону Таруги купил армию. Это неприятно будет Вавилону. Немножко в тыл. Получается к нему. Блин, так бы я предложил, конечно, право прохода. Но в данном случае мы не можем. Потому что все-таки право прохода они могут предлагать. Вот это я. Почему мы посольство и делегации? Я сказал, что давайте сделаем, что мы можем предлагать. Так, слушайте, а плавать... Ну ладно, пойдем так, пешочком. Вообще, я бы как-нибудь открыл возможность плавать. Да, тут сплошные пустыни. Но вот с этой стороны где-то еще город можно будет поставить. Просто тут... Ну, одного заповедника мало. Блин, если бы еще Наска я была. Наска, Наска. Так, и какой нам... Может на всякий случай... Ну, не думаю, что здесь будет Золус нападать. Просто думал, может быть на всякий случай Виктора. А если не Виктора, то кого? Сена. Рейну и Уну. Эдфу. Блин. Не знаю. Не знаю. Лян в Эдфу. Зачем с другой стороны? А, ну давайте Пенгалу пока в сену. Это тоже не особо... Прямо скажем. Так, ну и зал. Ух ты, 14 ходов. А что так долго? Что-то долго. Давайте тогда пока строителя. Так, тут же две веры в священном месте. Ну и обработку бронзы просто открою. Смогу тут вырубить тропический лес. И скорее всего все не буду священное место строить. Так, что с железом? Хрена. Вообще не вижу железа. Даже не то, что у меня... Тут мое желание нападать может быть ограничено стратегическими ресурсами. Так, ну у Золуса есть. А, вот тут будет железо хотя бы. И вон там еще железо. Ладно, железо у меня есть, считаем. Не будем прибедняться. Железо у нас все-таки есть. 187... Нет, прощите. 292-343. Ну пока армия не особо у них уменьшается у обоих. Строителем грузиться на корабле. Ну можно открыть. У нас два морских ресурса надо будет обработать. Вот рыба и крабы, например. Там янтарь еще есть. Так, ну этого поселенца я явно сюда поведу, в первую очередь. Тут получше место. Просто по производственнее. И, в принципе, у нас осталось вот сюда идет поселение. Сюда я строю. Еще сюда поселенца и все. И расселение можно заканчивать. Ну что, драму и поэзию отложим. Ну что, я не собираюсь строить. Три хода. Поселение. Давайте просто откроем, заодно в теологию пойдем. Так, ну как нам этим скаутом где-нибудь тут пробежать? Ага, тут ничего интересного. Сюда пойдем. Тут явно просто озеро какое-то. А как... О, слушайте, а у меня уже со Швецией и с Германией хорошая между собой у них как? Никак. Почему-то со Швецией и Германией прям, ну, с немцем явно ухудшится отношение, когда я начну ГГшки захватывать. Я так думаю. Ты, конечно, не обижайся. Я тебе один умный вещь скажу. Я твой ГГшка Таруга Турбашаталь. Йоханнесбург можно будет сюзеренить. Но, в принципе, в принципе... Так, мореходство открыли. Давайте потихоньку колесо. Ну, мы тут просто железо обработаем. А, я еще категоричники Марьяну-то не могу строить, я только сфинкса могу строить. Так мало людей. Ну, да. Людей у нас мало. Паводок не у меня, слава богу. Тут мы делаем... Ну, видите, 20% культуры в городе владельцы, но у нас... Не будет там много культуры. Да, хочу вот это побыстрее занять, чтобы там немец не поселился. Я бы хотел, чтобы терки были. Но, мне кажется, Германия Швецию вынесет. У Швеции плоховато с местом. Ой, поселенца построил. Отлично, значит, меняем культуры. Не буду пока поселенца больше строить. Ну, караван у нас один всего лишь. Я не думаю... Так, дайте я подумаю, может, мне кого-то засоюзить. Кардив дает электричество от зданий в гавани. Унса. Торговые пути, которых у меня и не отправили. Йоханнесбург. Города получают плюс одно производство за каждый улучшенный тип ресурса. Вот это интересно. Брюссель. Чудеса плюс 15%. Ну, кстати, тоже для меня неплохо, но я пока чудеса даже не планирую строить какие-либо. Антонарива 2% культуры нафиг надо. И Махенджи Даро. Жилье от воды. Это у меня пока только для Эдфу только и все. Так что давайте Йоханнесбург. Я думаю, за сюзеренем. Тут поставим карточку на юниты. Сейчас в столице чуть позже начну строить. Мне надо светилища точно здесь построить. Так, вот этот город, это еще поселение сюда идет. Йоханнесбург. Союзим. Я уже почти в золотом веке, даже без обращения других городов. И давайте здесь бавовну обрабатывать. О, да, ему и уже не нравится. Видите, я засоюзил Йоханнесбург. Ему это не нравится. Так, тут вырубаем, чтобы священку поставить. Правильно говорю? Да. Ну, а тут, скорее всего, у нас центры коммерции будут. Потому что и соседство реки, и ромашка. А там, возможно, как раз кампусы. О, плюс пять центра коммерции. Нормально вообще? Это вообще легально? Так, тут священочку. Святилище, святилище. Так, колесо отложим. Вообще, блин, я, наверное, все, любую слугу надо открывать. Я прачниками никого не убью. Опять же, слишком мало варваров у меня. Благодаря Йоханнесбургу всю территорию увидели. Ну, пошли какой-то вот сюда. Германия вообще не хочет на Швецию? Выглядит, как будто хочет. Либо на Йоханнесбург. Ну, Йоханнесбург вот такой армии не берется. Давайте логию открываем. А вот Швецию можно попробовать. Хотя... Йоханнесбурга четыре дуболома. Что с религиями? Еще конфуцианство. Неизвестное. О, уже в шести городах, кстати. Шведская религия. Надо бы... Ну, слава богу, у нас рядом. И вроде никто из наших соседей больше пророка не делает. Да. Да. Отлично. Так, может, сказать, отправиться за этим чуваком сразу железо обработать. Монумент. Монумент. В столице монуме... Ой, в столице Веону монумент. Просто тут строители долго... Ну, хотя бы, наверное, надо строителей делать. Что со священкой будет? Плюс один, плюс один, плюс один. Петру было бы тут неплохо. Но я думаю, Петру и без нас построят. Ладно, давайте строителя. Пингало в сену приехал. Ну, и практически уже... Вот тут бы интересно было посмотреть. Но, видите, мне не Вавилон, не Мали. Открытые границы не предлагают. Поэтому мы там фиг... Ой, Швеция сюда ведет город ставить. Ну, это вообще правильно. Вот тут надо бы Шведу... Занимать места. Да, тут просто озеро. Я вот сейчас город ставлю вот здесь. И все, я уже в золотом веке. Я даже не буду пока религию свою распространять. На самом деле. Я лучше вот... Построю всякое. Так, ну здесь нужен опять строитель. И вырубать вот эти тропические леса. Под Магнусом. И строить просто... Центры коммерции. Когда я буду ГГшки забирать, я думаю, что надо это будет делать на бомбардах. Другие осадные юниты мне не очень нравятся. А, подождите. А давайте мы здесь... Хлопок тогда предприятия пос... Блин, зря пошел. Да сейчас предприятие на хлопке было сначала. Это точно все не надо делать. О, а вот... О, слушайте. А что это я камень не увидел? А давайте-ка. Ну, я уже точно... Не ускорю каменную кладку. Но, по-моему, Стоунхендж... Так, подожди. А нахрена мне Стоунхендж? Так, что-то я... Зачем мне Стоунхендж? У меня уже... Ну, он даст апостола. Ну, нафига мне апостол. Храм, храм Махабодхи. Так, ну, храм Махабодхи нам строить негде, потому что должен быть лес. А, подожди. Или он на тропическом тоже строится. В лесу, рядом со священным местом, в котором есть храм. Ну, так у нас же нету леса. У нас просто тропические леса. Так что мы его хрен построим. Соседство для священного места стоит ли? Ну, юнит я все равно пока не строю. Я бы, наверное, взял соседство священного места. Лишние две веры никогда не помешают. Ну, это вообще, конечно, немножко нагло швед всунуло. Видите, сразу город отбор, потому что ему тут еще город нужно. А тут сейчас немец поставит. Короче, Хельсенборг по лояльности отвалится 100%. Эй, ну что, закрыли границы? Ну, блин. Игра, кстати, предлагает здесь, но я тогда не смогу. Могу кампус здесь поставить. А с другой стороны, может, пускай это кампус для Антона Нариву будет? Что, мы же его захватим? Да, наверное, пускай так и будет. Блин, я эту карточку не убрал. Вот же ж. Ладно, игры и развлечения давайте. Блин. Что-то не очень удачно. Надо... О, еще и торнадо начинается. Зашибись. Уже минус лошади. Ой, ну не знаю, справлюсь я ли с этим торнадо, это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Не забудьте лайк поставить и комментарий написать о том, как вам тут все это нравится или не нравится. Ну, а те, кто параллельно со мной проходит, тоже напишите, как у вас это все происходит. Спонсоры канала уже могут поискать продолжение в плейлисте. Ссылка на него есть в прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Слава Беларуси, живи Украина. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.